Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, мы сегодня будем изготавливать ручейника в домике, но немножко по другой технике, чем ту, которую вы уже видели, так как вы меня просили. Детализация будет несколько больше, но изготовление будет проще. Я взял крючок F14. Это у меня восьмерка, специально, чтобы вам было видно. Желательно использовать 12 номер. И огрузил свинцом, так чтобы у меня был измененный центр тяжести. Он смещен у меня. Получается, вот так будет идти. То есть я изначально взял, немножко откусил свинца, значительно толще, закрепил снизу и потом промотал сверху основным свинцом. Если что вы не поймете, пожалуйста, я вам потом отвечу. И, как обычно, отрезал вот такую полосочку резинки из медицинской перчатки. В нашей работе можно использовать также изделие номер 2. Давайте приступим. Значит, нам сейчас понадобится изготовить головку. Головку я буду изготавливать из вот такого спектра. Даббинг фирмы Хэнс. Можно использовать любой, но желательно, чтобы был черного цвета. Если нет, можно просто черным цветом, даббингом изготовить саму головку. Нить использовать можно любую. Закрепил я так, чтобы у меня хотя бы треть цевья была самоголовка. Поэтому величину крючка я взял несколько большую. Берем совсем-совсем немножечко для того, чтобы обозначить нам нашу головку. Если будет мало, лучше добавить. И, как обычно, берем, доходим до точки крепления и подмотаем уже наш даббинг окончательно. Так, чтобы вышел у нас здесь шарик. Если чрезмерная лохматость, она не страшна, потом все уберется. Проверяем вот таким способом, чтобы у нас здесь была головка. Теперь нам необходимо с вами взять и вот так аккуратненько переломить верхнюю часть нашей резинки. И аккуратно над местом, где мы с вами обозначили саму голову нашего ручейника, провести. Следим за тем, чтобы наша резинка никуда не уходила. Подхватили. Приблизительно, если у вас по каким-либо причинам, допустим, нет такого материала, а имеется, подправим, а имеется вот из наборов таких же, как я уже неоднократно показывал, пленка для тела, можно использовать ее. Но так, как вы просили, я так и изготавливаю. Немножечко вот так мы ее переламываем, для того, чтобы уже окончательно с этого места формировали наши лапки. И теперь уводим нить к свинцу. Здесь ее закрепим и отрежем, пока она нам не нужна, для того, чтобы в дальнейшем не мешала. Лапки мы будем изготавливать. Можно практически, как я уже показывал, из любых материалов, но мы будем изготавливать из охотничьего фазана. То есть, отрывать бородочки и их прикладывать. Для начала мы обозначили с вами голову. Берем, чтобы было удобнее работать. Я обычно беру обычный зажим и в любом удобном месте закрепляю, так, чтобы у меня руки были свободны. Отрываем первую пару наших лапок. Все, какие у нас некрасивые неровности, заусенецы, это мы с вами потом уже все подровняем на наших лапках. Берем, крепим первую пару лапок. Величину и саму длину, это вы уже подберете сами, это уже не столь принципиально. Подхватили первую пару. Пока еще есть возможность, мы ее немножечко с вами подровняем. И ставим теперь вторую лапку. Так, чтобы длина у нас была их, естественно, равна одинаково. Пока ничего не отрезаем, крепим следующую пару лапок. И, как вы поняли, закрепить необходимо нам все три пары лап. Приклеили наши закрепили лапки. Я подкрасил немножко головку пока. Все, и чуть-чуть прошелся маркером. Вот таким спиртовым поверху. Как видите, уже наше тело готово. Теперь нам необходимо изготовить сам домик. Как я уже говорил, домик в идеале, конечно, было бы изготавливать его из несколько другого материала. Но мы будем изготавливать так, как вы просили, используя вот обыкновенный даббинг, который имеется у фирмы Хэнс. Можно, допустим, использовать мех наших домашних животных, который тоже довольно-таки хорошо себя ведет. Учитывая то, что наши ручейники в моем именно регионе серо-болотного такого цвета, потому что грунт в основном песчаный с илом, поэтому я взял два этих цвета, которые вот имеются, и слегка вот так вот их перемешал. Как всегда, берем, добавляем немножечко клея на нашу нить. И изготовим тело. Вот и все. Мы изготовили с вами вот такое вот тело. Для лучшей вероятности и более качественно можно, конечно, все наше тело еще немножко пропитать вот таким лаком. Но учитывая то, что я наш даббинг делал достаточно плотным и садил его на клей, то не надо ничем обматывать, он будет служить значительно долго. Поэтому пробуйте сами с материалами, с расцветками, со всем остальным. Но не забывайте его натуральную величину ту, которая есть в настоящем вашем водоеме. Могу сказать только лишь одно. Вот такой величины, которая связана в два раза больше нормального ручейника, были попытки дайпоимки и карпа, и карася, и другой рыбы, которая питается. Поэтому не всегда и удобно, допустим, в рыбалке использовать их пропорции. Я так думаю, на северных реках это будет вот такой размер, самый оптимальный. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...